друзья всем привет сегодня хотелось бы поговорить о таком виде ловли как ратлины тоже довольно таки интересный способ ловли можно сказать наравне с джигом эта вещь вот такие вот это приманочки увесистые прогонистая тело его можно проводить точно так же как джиг можно ступенькой равномерный проводить можно проводить немножко рыбковой провод ну примерно три вида ловли получается у него третий способ это простая равномерная проводка так как он уже имеет свою игру он пошатывается из стороны в сторону и такую дает довольно таки серьезную вибрацию приманочка направленная в основном окунь и судак но это по моему сугуб личному мнению так как я вот столкнулся ну в основном от ловит судак и и окунь щуки почему-то не знаю может быть и были атаки просто не просекал а так так если честно вам скажу ловит вот друзья сегодня закидывал вот первый раз как приехал вот видите наверно удар знаю может быть было и щука просто я ни разу них не ловил на счет может быть и щука было мы стоим сейчас на перекате у нас здесь фоновая где-то три с половиной метра и кидаем от свал на 7 где-то метров шесть половиной семь и оттуда поднимаем равномерной ступенечкой ну то же самое как обыкновенный джиг с первого заброса была поклевка сделал еще несколько забросов и ничего не последовало так как у нас магазинах тоже небольшой выбор у нас вот в основном серебряный ручей есть уеки и герман мне кажется и более такого ничего ну колумбия вот эти вообще прям китай китай это колумбия фигуре всякая страйк про есть сколько-то я как бы тоже что начинающие на это дело вот они друзья есть всякой всякой разной конфигурации расцветочек то же самое ну такой же большой изобилие как и вертушек допустим тех же самых колеблющихся блесен или же резины очень разные не бывает вот такого тот плана разный единственная проблема гибов на них ловить если способом как бы джиговой ловли ну так скажем на ступенчатой проводки по дну то что дно должно быть чистая как крючки у него снизу он цепляется за все вот абсолютно за все вот что есть на дне цепляется за все поэтому по возможности его конечно нужно водить там где чистое дно ну или равномерка из пол воды пол воды я не особо люблю мне нравится более джиговая провод более к ней склонен поэтому еще чистые более-менее места простые свальчики где-то и проводить приносит свои плоды и друзья я как бы тоже новичок в этом деле магазине увидел решил попробовать не особо умею конечно не хочу ловить но очень меня заинтересовало вот я говорю второй день попробовал на них поклевки есть однозначно поклевки есть вчера поймал судака ну небольшого грамм 600 на 700 . вот на вот на этот вот выбить серебряного ручья 21 грамм весу не 80 миллиметров мне понравилось буду дальше еще экспериментировать с ними ну а сейчас друзья смотрим способ проводки который провожу именно я это мнение моё как бы я никому не навязываю ну вот как я умею так как я точнее считаю нужным так ей провожу каждый возможно подберет проводку себя чтобы не ну короче ты индивидуальная как вещь друзья так не знаю будем пробовать плоды приносит однозначно вот такую штучку поймал голавлик был еще один ударчик был один ударчик я не подсёк а второй второй подцепился грамм 400 на 500 хороший есть друзья на рад ли судачок походу вроде бы даже нет что-то наверх пошел на не щука давай не щука нет давит судак сигалет какой ты малыш друзья там проплыл короче по эхолотых там наверно десятками стоит такой понтун 21 ничё хоть интерес какой-то пошел а то вообще был ужас чё просто пропал короче были натыканы как эти как солдатики мелкие видно мелкие за не менее моно хоть какое-то удовольствие получить давайте попробуем потяжелее немножко поставить такой вот так вот цвета тоже r vip thinking 32 повеселее конечно они не знаю только как презентабельнее будет или нет жерех в округе везде плечется но ни на чё не берет я проехался и на самоделки и на кастмастера на пилькеры попробовал не хочет он ну чё 32 грамм не такая вкусная что друзья очередной малышок клюнул я не крупная нигде стоит до полки он и малолетки келушничка бы клюнул мелочь мелочь гузатенькая поклевки злые короче поклевка за поклевкой при друзья ввиду размеров не шибко удается его подсечь мелковат ну ничего были такого размера биржики можно было домой пожарить здесь таких судачков грешно брать все душно морить ничего значит точно даже здесь чё камеру включил и все не поклевка ничего стесняется на камеру ударчик был прям мелкий такой прям тук 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 как окунёк в любом случае пусть мелкий но зато это судачок это без вапоросов самая минет короче только стоят по свалу а мы им пробовал джек и все ни хрена он по свалу кидаешь что-то какие-то я верный театр земля 28 грамм сейчас попробую его поставить сейчас попробую это не знаю даже что производительство герман что там и непонятно но очень интересно он без хвостика я хвостик снял может поинтереснее будет игра из-за хвостика тоже много не засекается хвостик видите как сделан здесь на нем там крючок иногда за него захреначивается и все просто мне удобно без хвоста фух прям морит короче он там черная все я думаю видно шумасти нет дождик все равно 28 похуже падает конечно которые повеселее поклевка прям злая была нет мелкий они все одинаков сигалетка вообще на подъеме клюну так башкой трясет как будто нет и не судак молодец чтобы тебя не поднимать вот такая вот друзья у нас поездочка увлекательным получилось время 3 час надо домой уже собираться все потому что ливень я чувствую меня сейчас настигнет так тонка пыль сегодня короче нам делали рыбалочку вот такие вот тут вещи это ратлины ну ратлины вибы не шумящие тихие это вибы проводочку делал я исключительно только джиговую не на равномерке на на чем ну благодаря этому было поймано 5 судачков мелких по моему 5 или 4 не помню и был помню пойман головой где-то на пол его удовольствие бог уйма просто уйма интересный сплавль друзья у меня их тоже не так много я начинающий как бы на это дело приобрел немножко чтобы были надо веса немножко тоже разные у нас магазинах все одно короче 24 2832 и больше вверх все другого вообще ничего нет или голый китай вообще вот прям такой китай китай его прямо в руки берешь его даже вот ну закидывать даже не хочется его никуда такой вот прям ну бывает вот когда вещи не нравится они сто процентов ловить не будут это я вот уже пройденный просто этап палочка да как себя показала zetrix asura мне очень понравилась палочка я ее под джиг использовал и поддав ратлины плетёночка на ней 1 и 2 по японии стоит дуэль и катушечка рио бекси сегодня весь день ловил только на этот комплект серебряный ручей даже свой не трогал ловил чисто на него мне понравился и сенсорика и все прям на уровне у него вообще прям четко прям малейшие колебания виба все вообще прям в ручку прям передается четко и ценник у него более-менее гуманный такой это и есть принципе бюджетный такой спиннинг относительно мне очень понравился ну все а сейчас я друзья домой дождик не перестает все капает и капает ладно друзья снова был рад вас видеть на канале рыбалка 164 подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии все друзья всем пока пока а и Продолжение следует...